Музей истории туалета. Очень такой специфический музей. Находится он в таком здании одним из бывших казематов Киевской крепости. Сейчас здесь бизнес-центр после реконструкции, но в одном из помещений расположился музей истории туалета. Сначала вас проводят такой зрительный зал, можно посидеть на стульях, можно посидеть на унитазе и посмотреть некоторые информационные ролики. Сразу предупреждаю, что если вы СНОП или у вас какие-то комплексы, или вы относитесь к поколению, когда в СССР не было секса, то вам в принципе в этот музей лучше не посещать. Вы не поймете. Ну а для других образованных людей в принципе здесь можно найти много что интересного. Тем более это касается того процесса, который мы делаем по несколько раз в день. Потому что многие люди считают, что он как бы есть, но об этом не принято говорить, а зря. Вот этот первый видеоролик, например, о том, как правильно какать. Мы привыкли это делать сидя на унитазе, но в большинстве случаев. Но оказывается, что это не совсем правильно. Кстати, в этой ситуации большинство жителей, которые живут в селах, где унитаза нет, они находятся в более выгодном положении. Они как раз как-то наиболее правильно по сравнению с городскими людьми. Ну еще видеоролик следующий у стуласти туалета. Наверное, это больше будет интересно детям. Вот так, как ряда рухается. Вся справа у різном уровне зонюшнего тиска. Бачок накопичувачий води для змива. Когда поднимается ручка, клапан открывается, а вода наповнюет емкость. Бачок спустошается приблизительно за 6 секунд. Вода наповнюет емкость через специальный отверг и сникает у канализации. Такий поток ледины змеет все, что находится в унитазе. Еще, какие бывают виды туалетов, аматорские, дизайнерские, sorry. Примерно зеркальный туалет, тебя не видно, а ты видишь, что у тебя происходит. Кто был вон с татами, я думаю, тебя видели такие туалеты. Это мы видели. Какого-то это комплексует. Но, по крайней мере, не надо прятаться по углам. И писать там не нужно. В любом случае, захочешь писать, ты это сделаешь. Одно из самых древних и периодически выникающих вопросов чудово перейшло бы в фильм, кто иногда на улицах наших мест, но есть цены будильных. Действительно, конечно, для мужчин, с мужчинами все понятно, а вот как для женщин. Служина, что решение данного вопроса перебывает на старе. Это ледяной туалет для любителей экстремальных условий. Это астронавты рассказывают, как писать не какать в космосе. Это ледяной туалет для любителей экстремальных условий. Сначала заходим в кабину и первым делом берем этот прибор. Повертаем мыкач на 90 градусов в положение открыто. Мыкается насос и все смоктуется в шланг. И тогда этот желтый конус можно использовать для маленьких потребностей. Для маленьких потребностей используется такой же принцип смоктывания. Тудие контейнер. Служина. Продолжение следует. Продолжение следует. к сожалению большинство людей не поймут это веселое видео ну давайте вернемся к истории дальше с курсом от вас забирается зрительского зала и уже идет по своему музею рассказывает вкратце какая цивилизация внесла свой виду вклад в развитие туалета начиная с эпохи неолита но в неолите все было было все проще где шел там и сделал свое дело а потом люди все-таки решились кстати этот древний рим такие общественные уборная покакал а потом вот такие вот специально губка была морская на палке на кц подтирали свою попу единственно что губка была общая для всех каждой дырки отдельная губка то есть гудбай или прощай как говорится гигиена дальше средние века эпохи возрождения принципе мало что поменялось дырка она и в африке дырка ну а дальше уже идет более интересная когда уже первое кто изобрел скажем так конструкции унитаза как таковую керамические ну а конечно же water closet сейчас немножечко не помню кто там был дальше более-менее уже похож на современный еще восемьсот девяносто пятый год что унитазу принципе классического не так много лет чуть больше ста лет всего лишь мы пользуемся таким чудом техники чудом цивилизации но тут разновидности этих унитазов какие они были есть распиление унитаз напополам коллекция ночных горшков керамических стальных зержавейки разных горшок детский оранжевый горошек и думаю все знают чудо техники японский унитаз программа управления попробуй разберись сначала наверное и не получится но изюминка музея наверное является самая большая коллекция сувенирных унитазов стоит такой большой шкаф и вот тут всякая такие сувенирные унитазы собраны со всех стран мира наверно я думаю коллекция действительно уникальны попробуй такое собери такие вещи на каждом углу наверно не продаются итак музей истории туалета